Надеюсь, что видно, да? Видно? Очень хорошо. Как известно, научное действие Дмитрия Владимировича Бублика делится на два основных этапа. Он учился в Петербургском университете и занимался в основном российской диалектологией, славянским языкознанием и балтославянской акцентологией. А потом он довольно резко вдруг перешел на изучение финно-угорских языков. Это второй период, это финно-угорский период, который является, наверное, главным плодом его научной деятельности. Несмотря на то, что и славянские, и славяновеческие работы очень ценные и интересные на самом деле. Он сам, однако, не считал вот такой переворот нелогичным или странным, потому что он, как уже сегодня прозвучало, был учеником академика Алексея Александровича Шахматова, который также увлекался финно-угорскими языками. Он летом собирал интересные материалы и выпустил сборник по мордовскому языку. И сам Бубрих пишет об этом в одной статье, посвященной именно фигуре своего бывшего учителя, как финно-угорведа, о том, что Шахматов не мог не интересоваться финно-угорскими языками, географически, исторически тесно связанными с русским языком. То есть получается, что каждый русист, в принципе, который занимается историей русского языка, диагроническим исследованием русского языка, должен привлечь во внимание и материалы финно-угорских языков по понятным географическим причинам. Дальше предметом нашего доклада является статья Дмитрия Владимировича Бубриха, которая вышла в 1926 году в сборнике «Язык и литература. Первый том. О языковых следах финских техно-тон-чудей». Это статья, которая каким-то образом является связующим звеном между предыдущей деятельностью и будущей. То есть она находится, так сказать, на стыке индоевропейстики и финно-угорведения. Об этом писал сам автор, который уже в послевоенное время, в 1948 году, охарактеризовал свою работу и пишет о том, что она в начале 20-х годов создались особые условия. Она возникла во время уже новой советской науки, когда именно создаются совсем новые условия для изучения языков бывших и народцев Старской империи. Тогда развивается уже наука, которая охватывает все народы бывшей империи и нового союза. И именно в этом духе просто появляется интересный вопрос, касающийся, однако, индоевропейских языков. То есть здесь поэтому я говорю о том, что это на стыке предыдущих интересов и новых. То есть так называемая германская проблема о том, что среди ученых Западной Европы, в основном немецких, появляется вопрос о так называемой аристской чистоте германцев. А Бубрих просто излагает идею о том, что наоборот, именно прагерманский язык, который сильно отходит от проиндоевропейского языка, показывает присутствие тут именно интересных субстратов элементов в языке. Но это тезис, которая уже была выдвинута в Западной Европе и в Советском Союзе. И здесь просто, как я писал, вот в 1948 году Бубрих характеризует свою работу, но уже там обнаруживается определенная политическая подоплека. Потому что это известно, что, как сказать, германская проблема в эти годы, конечно, считалась довольно проблематичной. Но интересно, что в 1926 году он излагает чисто языковедческую теорию. И основная мысль о том, что германцы никак не могут быть признаны какими-либо чистыми рицами, это опять политическое определение проблемы. Но они в их сформировании приняли важное участие финоидные племена. То есть вопрос о том, что именно субстрат финский, балтийско-финский субстрат является важным элементом возникновения прогерманского языка. Вот, как я уже говорил, гипотеза неиндоевропейской подосновой германской речи уже была сформулирована на Западе в Германии еврейским лингвистом, это довольно интересно, Сигмундом Файстом, на которого сам Бубрих в своей статье указывает, он приводит несколько его работ на немецком языке, но и в Советском Союзе. И здесь просто приведены две работы, которые тоже упоминаются в статье. Первая работа профессора Федора Брауна на немецком языке, но существует и русскоязычный перевод «Первобытное население Европы и происхождение германцев». И маленькая статья академика Николая Яковлевича Марра к вопросу о геофетидизмах в германских языках. Вот в этих двух работах излагается теория субстрата, которая предполагает существование кавказских элементов в германской речи. И именно Бубрих просто предлагает новую интерпретацию, исходя именно из теории субстрата. И он довольно кратко, но критически относится к двум работам. И пишет выступление Николая Яковлевича Марра недостаточно полно. Выступление Федора Александровича Брауна пальнее, но обладает недостатками, которые вызвали жестокую отповедь на Западе, отчасти и у нас. А в статье, которая будет опубликована в сборниках, приводятся разные отцы, которые публиковались на Западе. Я не нашел ни одной критики в Советском Союзе, поэтому не знаю, может быть, нужно еще будет копать. Интересно, что Бубрих, который каким-то образом потом отказывался от изучения индоевропейских языков, но он сохраняет просто верность методологии изучения языковых семей. Поэтому, в отличие, например, от Академика Марра, он просто продолжает работать в соответствии с применением языковых и звуковых законов. То есть он просто никогда не отказывался от применения строжайшей системы звуковых соответствий. То есть он в своих работах всегда исходил из очень чуткого и точного определения звуковых соответствий между языками. В отличие от школы Академии Камарра, которая потом решила просто пойти своим путем и просто отрицать все результаты индоевропейских традиций западного происхождения. Интересно, что, однако, в этой работе Бубрит пишет о том, что ввиду его ограничительного размера и ввиду того, что она предназначена для читателя без специальных знаний, невозможно развернуть полностью весь только что указанный ход аргументации. Но мы знаем, и об этом расскажет сейчас Гермина Вячеславовна, что в архивах существуют разные варианты вот этого текста, которые, наверное, если они будут издаваться и изучаться, позволят нам просто получить более полную картину всех аргументаций, которые приводит Бубрих в этой работе, которую он предлагал в своих выступлениях в Советском Союзе и на Западе. Поэтому это конец первой части. Я передаю слово своей коллеге Гермине Вячеславовне.